Я не в курсе про японское пивопитие, но жрут они много, вот это известный момент. Вообще гуки очень много жрут. Ща, погоди. Open the tab of the currency in your country and enter exchange rate. Где это написано? У меня игра спрашивает, чему равно бабло, типа, чему равен доллар в нашей стране на рублей 65 уже, наверное. От меня этого хотят? Причем тут нужно перевести 1 доллар США в иены японские, короче. Мне что, покупай? Может быть это на самом деле про то, что надо купить билет в Японию и улететь на самом деле? Ну ладно, мы пока потихонечку начинаем игру, потому что все-таки она нужна. Видимо ты в начале игры устанавливаешь курс иены по отношению к доллару и это будет влиять. Слушай, похоже я тогда переборщил, я все-таки подумал, что мало ли лучше ввести, типа, рубля курс, чтобы потом. Да, ну пишут, что 1 доллар это 119 японских иен, если округлить. То есть я наоборот только лучше сделал. Ну да, в принципе. А по расчету, что-то иена слабая какая-то, ни хрена себе, 119 японских иенов. Монетка вонючая, там, типа, может быть у них деньги начинаются тоже там с тысячи Брюсов Ли. Реагей МТВ, спасибо за подписку. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Про японца, который съел француженку, мы говорили в прошлый раз. Аппарат, продающий женские ношные трусы. Это все-таки фейк или японцы реально кончены с точки зрения сексуальных извращений? А вот я слышал разные показания на эту тему. Некоторые люди говорят, что не видели, следовательно, фейк. Некоторые говорят, что видели. Но я считаю, что если человек был в Японии и не видел такого аппарата, это не значит, что его там нет. Ну, если честно, я не вижу ничего плохого в этом аппарате. Если единственное, то, что хотелось бы все-таки знать, чьи трусы ты покупаешь. Потому что, как бы, если бы, это как, я сегодня рассказывал про лутбокс в начале стрима. И здесь может быть такой же обман, как с лутбоксом. Ты думаешь, что ты покупаешь кавайные няши, трусы, а на самом деле это трусы Кости Тростенюка, который решил подработать на японских и, типа, в свободное от, там, не знаю, написания рецензии на SoftStopGames время, он, типа, просто понашивал трусы и отправлял их. То есть здесь может быть двойное дно, эти трусы, они вообще могут и не стоить тех йен, которых за них просят. А так, что вы удивляетесь этому аппарату? Я не очень понимаю. То, что аппараты есть, это действительно странно. Но я бы сказал то, что у нас в России купить поношенные женские трусы легче легкого. Мне, правда, не удалось в свое время. Я хотел отправить одному знакомому по почте. Нашел сайт, где баба продает женские трусы. В том числе, кстати, если покупаете у нее оптом эти трусы, она их лично передает, чтобы вы смогли на нее посмотреть. А также высылает видео, где она в этих трусах сидит. Ну и, типа, таким образом удовлетворяется фетиш. Но, к сожалению, я каким-то образом случайно спалился, или я тогда на стриме проговорился, или еще что-то сделал. И ей заспамили всю страницу. И она отказалась именно мне трусы продавать, как я не настаивал. То есть я говорил, что я их лично, как бы она меня лично ненавидела, я их нюхать не буду. Мне кажется, она в тот момент даже подумала о том, что, может быть, ей стоит выйти из бизнеса. Ну а что, что касается именно фетиша, ну вот, обычного нюхать трусы, да, там. Я не знаю, что делают с поношенными трусами. У меня такого фетиша нет. Но я не могу сказать, что я никогда там не нюхал женские трусы, там, или что-нибудь в этом роде. Ну не могу я так сказать. Потому что это будет не совсем честно, да, по отношению к моему соведущему и людям, которые нас слушают. Но я не знаю просто, что делают именно хардкорные фетишисты, как они их используют. Возможно, они натягивают на себя эти трусы. Ну, скорее всего, тоже просто нюхают, там, фапают. Трудно сказать. Но в любом случае это как-то странно, потому что... Ведь трусы из автомата, они реально могут принадлежать кому угодно. Я уверен, что японцы вообще не заморачиваются в этом плане. У них есть специальная... Либо, ну, как в случае с адидасами паленными, где там шьют дети, там, в подвалах. То, возможно, это дети, школьники японские просто носят эти трусы, а потом их продают. Что, в общем-то, для многих людей, наверное, окажется плюсом, но не для всех, безусловно. И, может быть, это какие-то специальные макаки с сабритыми жопами. Не, на самом деле, это один кореец просто берет, надевает женские труселя, бегает на беговой дорожке какое-то время, чтобы они совершенно там пропотели нахер. А потом переодевается в школьницу, сдает в автомат, там, на случай, если проверяющий рядом стоит. И все, таким образом заполняет все эти автоматы и подсирает японцам, просто довольный сидит. Типа, вот, японцы там, типа, нюхают труселя и прочее. Началось обсуждение, кто бы чьи трусы купил. Ну, мои трусы... Вообще, опасно, опасно продавать людям ношенные трусы, потому что вуду, как бы, все дела, то есть, наслать порчу, там, хуй отсохнет. Я бы не стал продавать, потому что, ну, не знаю, во-первых, после стрима эти трусы, их даже просто взять в руки страшно. Но я думаю, что это... Они так воняют, потому что я сижу на кожаном кресле. Честно говоря, вот, я помню, что когда-то мои трусы можно было бы нормально загнать, да? То есть, это были такие свежие трусы такого молодого 17-летнего юнца. Но со временем босс разберет свое, и твоя жопа уже не столь надежна, и трусы все менее презентабельны с разных сторон, как бы, и... Вот. Я, кстати, помню, у меня женщина как-то смотрела «Секс в большом городе», и там одна из героинь бросила... Она говорит, вот этот парень... Ну, они там постоянно сношаются с кем-то, меняют каждую серию партнеров, и им каждый раз нужен какой-то повод бросить партнера. И дошло вот до того, что одна там горит... Вот этот был замечательный, ну, просто нет минусов у него, но у него черкаши на трусах, а мне стирать их приходится, и я его бросил. Я такой думаю, блин, вот это вообще поворот. Я бы тогда, наверное, вообще никогда свою любовь не нашел, если это в Америке играет такую роль. Может быть, поэтому у вас так распространена, ну, кто не знает... Как у тебя там, Габдула? Габдулахмед. Габдулахмед живет в Америке, поэтому... Может быть, поэтому у них так развита прачечная, я даже не знаю, типа для страховки или вроде того. Кстати, вот появились первые женские персонажи в игре, и левая... Просто, я не знаю, ее глаза не огромны и налиты свежим молоком, я бы так сказал, но... На самом деле, я, естественно, имею в виду ее сиськи. Вот все-таки у японцев есть какое-то... Казалось бы, да, от природы у вас не сиськи главный недостаток, а всякие там черные соски, черные грубые волосы, которые вообще даже не пытаетесь никак убрать, судя по японскому, порно, но при этом... Вот у них все равно... Как у крысы на жопе, да. Да, у них все равно... У них все равно бзик на глаза и сиськи. Я не знаю, почему, то есть, зачем они пытаются... А вот справа похоже на Эллен Пейдж. Отдаленно. Я не уверен, что это женский персонаж. Ну, все равно похоже, какая разница. В общем-то, Эллен Пейдж это тоже не совсем женский персонаж, что я считаю. По правилам Почты России нельзя отправлять дурнопахнущие посылки. Мои трусы точно останутся со мной. Давайте, ребят, подкидывайте какие-нибудь какие-нибудь тоже там темы в чат. Вопрос, сильны ли традиции романтизма в японской литературе 19-20 веков? Отличный вопрос, да. То есть, я кроме Харуки Мураками даже фамилии не знаю, понимаете? То есть, даже вот назвать не смогу. Даже Хидитоши Наката? Нет, вообще без понятия. То есть, я впервые слышу. То есть, просто набор каких-то звук. Такие суки Хонда. Серьезно? Я просто... Нет, нет, это футболисты какие-то. А, понятно. Так я это... Короче, я писал какую-то... Я уже не помню, про что я писал. Что-то про средневековый какой-то реферат, средневековая культура, связанная с витражами каким-то. Короче, полный мрак. Реферат очень нужен был на 30 листах в универе, курсе на втором. Даже уже не помню, как предмет, по-моему, культурология. Абсолютно дерьмовый он у меня получился. Но я честно его пытался написать, потому что единственный способ был сдать эту сраную культурологию. Потому что очень запаристая преподша попалась, просто конченная. И... Так, извиняюсь. Продолжаем играть. Сейчас, секунду. В общем, идея была в том, что в какой-то момент где-то страница на 15-й мне уже просто надоело. И я реально... И я реально решил качать из интернета все подряд. Потому что уже невозможно было там сидеть в библиотеке. Или просто с книгами заморачиваться. Тем более тема такая была, что там хрен чего найдешь. Вот. Как продолжить игру-то? Алло. А, вот. И я решил... Ну, когда я вот перешел к этому моменту... Спасибо за подписку, Чи Гевара. Когда я перешел к этому моменту, когда я начал просто уже качать из интернета... Естественно, у меня списка литературы на последней странице не было. Я просто вбил каких-то футболистов. Там, типа, Пол Гаскоин, истории средневековья, страница 337. Какой хрен вообще начнет это дерьмо проверять в любом случае? В общем, у меня там половина сборной Англии 96-го года была там на последней странице. Ну, действительно прокатила. Получил пятерку. У японок средний размер груди. Первый, второй уже большие. Ну, ничего страшного. На самом деле, я не понимаю этого увлечения большой грудью. Я уже много раз говорил, что... Ну, вот. Видел я просто некрасивые чисто... С такой, знаете, эстетической точки зрения груди. Когда там обе маленькие, но одна при этом какая-то вкривающая. Ну, то есть, ну, действительно, отстой. Ну, как глаза у Саркра бывают, там, сосок как-то смотрит. Один вверх, другой вниз. Мы знаем таких, как бы, вебкам-моделей, в принципе. Да не, ну, идея-то в том, что, в общем, в остальном, маленькая грудь, она тоже может быть вполне эстетичной. Я не знаю, каким надо быть фанатам сисек, чтобы постоянно лапать там, их желать там или еще что-то. По сути, это просто жир и ничего больше, железо какие-то там, так что... Жопа гораздо важнее. Вот именно, да. То есть, в принципе, сиськи, они привлекательны, потому что они жопу отдаленно напоминают просто. То есть, это изначально их, собственно, предназначение такое эстетическое. То есть, порисунок между сисек, это желание, на самом деле, впендюрить в жопу. Ну, скорее всего, кстати. Вот интересное такое наблюдение специалистов. Может, эти японки комплексуют, потому что, как ты сказал, что все остальное у них похоже на кресиную жопу, и хотя бы сисек хотелось бы. Нормальных на них-то волосы не растут, я так думаю. Вот, но... Что-то я хотел продолжить. В общем, я не думаю, что грудь, на самом деле, так важна. Наверное, судя по тому, как все... Ну, мне вот не нравится искусственная красота, да. Я видел очень симпатичных женщин с маленькой грудью. Вот. А по поводу библиографии в конце доклада, вот, можно ознакомиться с докладом Ильи Николаевича Храброва «Преображение постмодернизма в России». И там библиография выглядит очень специфически. Там некоторые сноски нормальные, типа, там, Эммануил Кант, такое-то произведение, там, антропология с проботической точки зрения, там, какой-нибудь Гегель. А потом, внезапно, Светлана Баскова «Зеленый слоник». Там, или Евгений Вольнов, конференция, номер такая-то, там, и так далее. Вот. И он, в принципе, пытался, в общем-то, защитить, какую-то академическую степень даже получить. То есть, это его, что ли, диссертация, то ли... А, это его дипломная работа «Преображение постмодернизма в России». Вот. У него в дипломной работе ссылки на «Зеленый слоник», на Навального, там, и так далее. Вот. Очень замечательный такой факт. Как относишься к тому, что в Японии хентая продает несовершеннолетний? Ну, собственно, целевой аудитории, наверное, и продают его. Все-таки я с трудом себе представляю. Ну, нет. На самом деле, я думаю, что много взрослых извращенцев, которые любят хентай. Но спасибо за переподписку. Не хочу этот ник читать в эфире, но уже пять месяцев спасибо в любом случае. Ну, скажем так, я с трудом себе представляю, что может сподвигнуть вообще человеку увлекаться именно хентаем. Я аниме еще понимаю, как можно смотреть, да? То есть, наверняка что-то там любопытное да встречается, раз такое количество людей угорает по аниме. Но хентай именно как нечто эротичное в эпоху продвинутых порно-технологий. То есть, я бы даже сказал, в эпоху порно-акробатики. Потому что сейчас, грубо говоря, порно это уже даже не порно. Это реально на выступлении циркачей на арене. То есть, там, кто больше? Там, ТАП, ФАП, САП, СИКС, АП. Ну, то есть, ты понял, да, наверное? Там всякие штуки нереальные абсолютно. Зачем тебе нужно смотреть, как осьминог там насилует школьницу, если ты можешь это найти не в рисованном формате абсолютно без проблем.